Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в моем саду. Сегодня я хочу поговорить о покоричневении хвои, а именно о солнечных ожогах у хвойных растений, так как покоричневения могут быть еще не только от солнечных ожогов. Я буду говорить только о солнечных ожогах. Часто бывает так, что мы приехали к себе на участок, а хвоинки на наших любимых елочках стали коричневыми. Почему это происходит? Это солнечные ожоги. В конце января-феврале солнце начинает усиленно припекать, и не только сверху, но еще и отражается снизу от снега. Хвоинки начинают усиленно испарять воду, а новая вода корневой системы им не может поставляться, так как земля еще холодная. Соответственно, они и буреют, а потом и коричневеют. Особенно это заметно на макушках хвойных растений и с их южной и юго-восточной стороны. Хотя вот моя ель коника была под укрытием, но, наверное, спонбон был недостаточно толстый, у меня был 30 микрон. И вот небольшие такие ожоги. Сейчас вам покажу мою елочку. Вот в этой ситуации, когда есть солнечные ожоги и хвоя покоричневела, очень хорошо помогает серно-кислый магний. Магний нужен растениям для выработки хлорофилла. Он незаменим для них точно так же, как человеку необходимо железо. Магний помогает растениям усваивать фосфор и калид. А в состав серно-кислого магния также входит и сера. А сера она нужна для синтеза белка, для повышения фитоустойчивости растений к грибковым заболеваниям и к вредителям. И сегодня я хочу... Я обрабатывала свою конику 3 недели назад и хочу сегодня и по кроне опрыскать и еще полить еще раз под крону. Но первый раз я делала раствор концентрированный. Я дала сульфат магния. Это удобрение Пакон. 150 грамм на 10 литров воды. Сегодня, наверное, только 50 грамм на 10 литров. Разведу. Мне кажется, елочке моей стало лучше. Сейчас вам покажу, чем я пользуюсь и как я развожу. Сульфат магния входит в средства от покоричневения хвои Пакон. Это производство Голландии. И точно так же продается везде в магазинах обычный сульфат магния. Он стоит дешевле, чем Пакон. По действию они одинаковые. Но так как у меня Пакон уже вскрытый, я сегодня буду пользоваться Паконом. Вот в Паконе рекомендация это 50 грамм на квадратный метр. А Бульские удобрения рекомендуют 30-35 грамм на квадратный метр. Если даже дать растению магния немножко больше, ничего страшного в этом нет. Оно усвоит столько магния, сколько сможет вобрать в себя. Готовлю растворы сернокислого магния и для полива, и для опрыскивания. Вот в 10 литров для полива я добавлю 50 грамм сульфата магния. А для опрыскивания добавлю неполную чайную ложку. Сейчас покажу. Для опрыскивания рекомендуется 10-20 грамм на 10 литров. Я взяла вот пол чайной ложки. Это будет около 2 грамм. И добавлю на 2 литра воды. И вот в ведро добавлю 3 столовые ложки. В столовые ложки где-то 16-17 грамм помещается сульфата магния. На 10 литров добавляю 3 столовые ложки. Вот без горки. Без горки в столовые ложки помещается 16-17 грамм. Но мне нужно 50, поэтому я добавлю 3. Сейчас перемешаю и полью под крону коники. Добавила немножко теплой воды, чтобы быстрее растворилось. Также в раствор для опрыскивания я всегда добавляю циркон. Одну ампулу. Хотя он на 4-5 литров. Вот я в 2 литра добавила одну ампулу циркона. Сейчас я пролью хорошенько. По периметру всей кроны проливаем узлейки. После того, как пролили, сейчас будем опрыскивать. Сейчас мы опрыскаем елочку. И борьба с покоричневением у нас на сегодня будет завершена. Со всеми средствами лучше работать в перчатках. Но так как сульфат магния не такое опасное средство, я работаю сегодня без перчаток. Когда распыляем, смесь должна быть такая очень мелко дисперсная и ложится, как пыль, на хвоинке. Вот так. И со всех сторон нужно пройтись. Желательно хвойные растения опрыскивать рано утром или поздно вечером, если день солнечный. А еще лучше это делать в пасмурный день. Если день солнечный ожидается, то лучше после опрыскивания хвойное растение накрыть спангбондом. До свидания, дорогие друзья! Борьба с покоричневением на сегодня окончена. До новых встреч в моем саду! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова